Субтитры сделал DimaTorzok Эй, всем привет! Сегодня будем ремонтировать звукоснимательную пьезоголовку GZP-305C и, собственно, иголку к ней. Мы видим все в каком ужасном состоянии. Одна пьезотрубочка сломана, все в огромном отложении пыли и вытекшего компаунда. Ремонт здесь предстоит очень большой. Для начала, для начала я хотел бы выпить, на самом деле. За всех вас, за то, что вы сегодня все здесь собрались, за то, что вам интересна данная тема, то, что вы не уродуете иголки, не уродуете головки китайскими. Хотелось бы выпить, на самом деле. К сожалению, пить не с кем. Блин, придется пить с головкой, наверное. Угощайся. Ой, упала. Ладно, пускай полежит ваше здоровье. После небольшого застолья, буквально небольшого, потому что пьезотрубочки имеют небольшое микроскопическое серебряное напыление, вот, и если их очень долго передержать в спирте, то не только вы, еще и ваша иголка и пьезотрубочки могут расклеиться. К сожалению, раскручиваем сейчас прижимную иглы, для того, чтобы снять иголку и остатки, остатки того, что раньше было пьезотрубочкой. Видим кембрик прикипел к иголке. Сейчас все это надо будет снять и почистить. Аккуратно, аккуратно снимаем, для того, чтобы не оставить половины кембрика на самой игле. Аккуратно вытаскиваем саму иглу, видим, в каком все ужасном состоянии. Достаем нашу любимую рюмашку и замачиваем все в спирте. В принципе, не стоит бояться за компаунд, который там остался, хуже ему уже точно не будет. Теперь разбираем окончательно саму головку, ГЗП. Данный болт контрится гайкой. Его надо будет поджать с другой стороны, для того, чтобы выкрутить аккуратненько пол и разобрать полностью головку, чтобы получить доступ к пьезотрубочкам. Точнее, то, что от них осталось. Видим, что одна пьезотрубочка грязная, но целая, а другая пьезотрубочка грязная, но сломанная. Вот вторая часть от нее. Да, собственно, склеить уже это никак не получится. Значит, какие дальнейшие действия? Предлагаю сначала все опять-таки обмыть. Затем из шляпки, которая вот сейчас есть с кембрика, необходимо выпрессовать остатки пьезотрубочки. Собственно, можно на нее сильно надавить и остатки расковавшейся трубочки просто вытащить оттуда. Потом мы будем перепрессовывать данную головку на остатки пьезотрубочки. Необходимо будет подтянуть немного проводочки, которые не припаяны, а просто обернуты вокруг контактов, которые подсоединяются к самому тонарму. И обжать заново. Собственно, было бы неплохо снять их полностью от проводочков, чтобы аккуратно прочистить. Смачиваем в патную палочку в спирте для того, чтобы снять аккуратно, аккуратно не нажимая, чтобы не снять напыление серебряное. Аккуратно проводим, аккуратно убираем отложения компаунда. Если увидеть такие черные точки, то ничего страшного. Их не обязательно сильно тереть, это не компаунд. Это так они были из завода. Теперь необходимо попробовать почистить иглу. Она немного размокла. Видим, какой швах. Это компаунд. 30 лет минимум. И пыль. Давайте начнем делать виброподкладки у самой головки. Необходимо взять двусторонний виброматериал, который мы купили в магазине. X-Price. Необходимо будет его аккуратно нарезать. И подложить первую часть, это на прижимную самих пьезотрубочек. Это верхняя крышечка, которую мы откручивали. Обрезаем и кладем. Не советую сначала полностью отклеивать вторую сторону данного клея. Так как можно будет при неправильном подключении трубочек отодрать этот клей вместе уже с кусочками трубочек. Опять их сломать. Собственно, когда вы уже будете убеждены в том, что уже сборка будет произведена в последний раз, тогда можно будет только отклеить. Только в этом случае. Видим, как мы проложили и под трубочки тоже, подкладочки небольшие сделали. Видим, что мы подтянули трубочку и собрали из кусочка трубочки, который остался. Мы надели на него шляпку. И сейчас просто будем надевать кембрик и полностью собирать. Видим, как мы подтянули проводочки. Видим, вот эта часть должна будет прижать вот эту часть. Видим, что иголка в хорошем состоянии. Полностью рабочая. Сейчас останется только немного потянуть болтик, который держит прижимной иглы, для того, чтобы она крепко фиксировалась в кембрике. И все. В принципе, игла рабочая. Можно проверить, опять-таки, работоспособность, не подключая мультиметром. Прозвоните себе контактные сначала, чтобы не было замыкания между ними. Дальше, под конец видео, будет графика, на которой я попробую вкратце объяснить, что-то как. Подтягиваем. Собственно, забегая вперед, расскажу, что трубочка сама имеет разделение на две части. Одна из этих частей – это, собственно, канал, другая часть – это общая, которая соединена с общей другой трубочкой. Сейчас на графике все будет более-менее понятно. Все, в принципе, видно. Это намного лучше, чем китайская иголка, в любом случае. После парочки минут, опять-таки, спустя каждые несколько минут, надо будет иголку прочищать. Под конец решил сделать небольшую графику, собственно, на которой рассказаны основные детали. Вот, и принцип отключения. В более внимательном рассмотрении видим, что трубочка делится на две части. Одна часть – это канал, другая часть – это общая, которая связана с общей другой трубочкой. Необходимо проверить мультиметром, можно приложить к трубочке. К одной стороне трубочки один щуп, а к выводу уже на сам контакт другой щуп и прозвонить. Если нет замыкания, то все хорошо мы сделали. На следующей графике мы можем увидеть основные запчасти данной иголки и головки, для того, чтобы не запутаться. Всем спасибо, всем пока, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok